Сеженье глядит по будущим, И влажен рабе Божий, Обрящих дящих. В наши дни узнать о православии все, ну или почти все, нетрудно. Смотри телевидение, слушай радио, читай книги, газеты. Но можем ли мы эту информацию правильно использовать? Умеем ли применять в жизни то, о чем узнаем из перечисленных источников? Увы. Так одна очень пожилая женщина, лишь недавно открывшая для себя неведомый мир православия, с усердием, достойным подражания, стала постигать веру. Услышит, например, на Союзе что-то важное в беседах с батюшкой и сразу делает пометку в своем блокноте. Прочтет в православной газете статью и из нее мудрые мысли перепишет туда же. Встретит в книге незнакомую молитву о детях и снова страничка в блокноте заполнена. Да и сама записная книжица уже подходит к концу. Казалось бы, как хорошо. Но бабушка почему-то не радуется. Она вдруг обнаружила, что вся эта лавина информации ее почти не меняет. Какой была плаксивой, такой и остается. Как легко поддавалась панике по любому поводу, так и продолжает это делать. Как любила комментировать слова и поступки ближних, так и сейчас свой острый язычок прикусывать не успевает. При том, что блокнотик умными мыслями, святоотеческими цитатами, новыми молитвами уже заполнен. Так почему же знания о вере не способны сразу изменять нас, делать лучше, чище, приближать ко Христу? Почему так трудно бывает правильно воспринимать все увиденное, услышанное и воплощать это в своей жизни? Потому что всем нам остро не хватает практического христианства. И о том, как можно его обретать, мы и будем говорить на ближайших уроках православия с протеереем Андреем Ткачевым. Но существует этот вопрос, как это все в жизнь вместить, все, что нам красиво говорится. И вопрос не праздный. Но надо сказать, что расстояние между истиной, услышанной и расстояние между истиной воплощенной, оно, так сказать, в масштабах человеческого тела, это расстояние как бы от уха и глаза до сердца. Здесь так немного, в общем, не много. Там сколько, там какие-то полметра, там, поскольку там расстояние. А в жизни оно измеряется не сантиметрами уже, а временем и усилиями. Но усилия меряются, наверное, не в килокалориях, а в каких-то других единицах, скорее всего. А время измеряется месяцами и годами. Вот приходит человек на исповедь, например, первый раз. Любопытно спросить его, «Скажите, пожалуйста, когда у вас пришла первый раз мысль прийти на исповедь?» Это любопытно для какой-то внутренней статистики. И человек всегда говорит, «Ну, вы знаете, лет пять, лет десять, лет шесть». То есть никогда не бывает такое, что месяц. Вот захотел, в течение месяца пришел. Обычно хочу, пойду, и не хожу еще месяц, два, три, год, три, пять. То есть вот эти расстояния между глазом и сердцем, между ухом и сердцем, между самим глазом и ухом, кстати, тоже это интересно, это расстояние в ладонь. Арабы говорят, что расстояние между правдой и ложью – это расстояние ладони. Потому что то, что ты слышал, это еще не факт, что это правда. А то, что видел, это более вероятно. Эти маленькие расстояния в ладонь или до сердечной мышцы, они все проходятся жизненно за годы, годы, годы. Это, конечно, печальный факт. Но, с другой стороны, он в себе имеет очень много хорошего. То есть было бы очень плохо, если бы человек бросался, как голодный на пищу, на всякое услышанное учение, тогда это, в общем-то, и исполняется слово о притче Господня, о земле, мелкой земле. Когда овая же упала на земли мелкой, значит, где быстро выросла, прозебош, оно не имел под собой глубины земные, и быстро посиявшу солнцу, присвянувшу. Иное зерно упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. То есть люди впитывают в себя слово, это слово в них живет, и они идут до принесения первых плодов. Вот такой это механизм. То есть если его понять, то можно смириться и ждать. То есть можно ускорять рост зерна, но как-то его не ускоряет, там, ну, лампой грей, там, как бы, ну, она пришептывая над ним. Розанов даже у нее такой образ такой, говорит, хоть брюхом ляжь, говорит, раньше не вырастет. То есть, поэтому здесь надо как бы понять вот это, что услышал, понял, поверил, хорошо, хорошо. А когда ты сделаешь, говорит, когда ты начнешь так поступать? Ну, это время надо. И это хорошо. По сути, речь идет о чем? О том, что слово Божие попадает на землю сердца человеческого. Потом там у Марка пишется в Евангелии, что зерно живет в земле, и человек не знает, как оно там вырастает. То есть тот рост зерна, пока оно не пробилось наружу, невидная часть роста, она совершается тайно от того, кто его посеял. И когда мы услышали что-то из Евангелия, оно в нас вошло, то там совершается некий рост зерна, который от нас сокрыт в деталях. Кстати, грех точно так же поступает. То есть соблазн и грех поступают точно так же. То есть семя тли, о котором мы говорим, семя тли во мне есть, оно действует точно так же. Оно попадает в человека, и там живет. И потом между соблазном, который ты увидел, и грехом, который ты сделал, тоже может пройти пять лет, десять лет. Здесь те же самые механизмы. То есть и то, и то семя, и там, и там сердце, и там, и там тайна, и там, и там плоды неизбежны. То есть вот что важно, что плоды неизбежны. То есть услышанное и принятое, оно будет плодоносить, только вот не сразу. И сказал Христос, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Теперь, значит, смотрите, есть такая интересная, такой кусочек диалога из одного кино, где один актер говорит другому, ну, один персонаж говорит другому, о чем-то таком, что мы с вами говорим. Ой, говорит, это очень трудно сделать. Другой говорит, да нет, это трудно понять. Но когда ты это понял, это трудно не сделать. Вот я даже повторю эту фразу, потому что я когда-то, она меня оглушила, когда я ее услышал, причем кино это не христианское, и не о Христе это было сказано. Но это очень правильные слова, говорит, это трудно сделать, ничего подобного, это трудно понять, это трудно вместить в себя, с этим трудно сраститься сердцем. Но когда это произошло, это уже трудно не делать. Человек не может не делать то, что живет в его сердце, просто не может. И там, где мы не делаем, там просто мы еще не пропитались тем, что мы языком исповедуем. Просто мы языком исповедуем вещи, которые лежат на поверхности сердца. А задача заключается в том, чтобы сердце пропиталось этими вещами, и тогда оно не сможет вести себя иначе, оно просто не сможет вести себя иначе. Как хорошо воспитанный человек, если мы себя так представим, это не мы, представим себе, например, какую-то дворянину или дворянку, вот это те принцессы на горошине, которые раньше были, которых так воспитывали, которые не могли себе позволить, например, ругаться, не могли себе позволить слышать ругань, не могли себе позволить, например, есть немытыми руками или без вилки и ножа. То есть, находясь в каких-то невыносимых условиях, в каких-то бараках, даже люди сохраняли в себе то благородство, которое считывалось всеми окружающими. То есть, в фуфайке они оставались дворянами. И над баландой они ели так, как будто они едят, значит, понимаете? Это нельзя не делать. Именно так вели себя в ссылке в Тобольске и в Екатеринбурге все члены царской семьи. Они были уже не во дворце, а в вузах. И народ воспринимал их уже не как правителей, а как преступников или врагов. И недавние подданные обращались к государю Николаю Александровичу уже как к господину полковнику или гражданину Романову. После революции для царской семьи изменилось все и кардинально. Но сами Романовы не изменились ничуть. Все то же царское достоинство, все то же христианское благочестие. И до конца, до смертного и лютого конца они не менялись. Так глубоко было укоренено в них это внутреннее благородство. И таких несгибаемых аристократов духа после крушения Российской империи оставалось еще немало. И никакие внешние перемены не могли изменить их взглядов, правил, манер. Даже помните «Служили два товарища» такой фильм «Два бойца», не «Два бойца», а именно «Служили два товарища», там Дебыков и Янковский. А когда они видят офицеры, далеко идут, говорит, офицерики идут, говорит, как ты видишь, я его по выправке узнаю. Видишь, как рукой отмахивает, они в гражданском идут. Говорит, я эту заразу знаю, он видишь, как прямо идет, идет прямо, будто шомпол проглотил. Ручкой так отмахивает. Выправка, действительно, офицеров узнавали, во время красного террора большевики убивали офицеров на улице, одетых в одежду дворника. Они узнавали их по осанке, по положению, по остановке головы, по расправлению плеч, по каким-то речевым вещам, которые они... Как пройти к охотному ряду, говорит, любезнейший, где там тот или тот, и это все сразу проще. Поэтому все это говорит о чем? О том, что то, что вошло в тебя глубоко и надолго, остается в тебе навсегда, и это просто вопрос глубокой пропитки. То есть у нас не хватает практического христианства по причине малой пропитки, по причине нашего легкомысленного отношения к обучению. Когда-то собрались эти самые еврейские хранители знаний, так сказать, носители традиции. Я затруднюсь сказать, когда это было до воплощения Господа Иисуса Христа и Его воскресения, или после, скорее всего, до. У них было много теоретических споров. У них было очень много теоретических споров. Они, поскольку им была вверена задача хранить Божие Слово и понимать Его, трудиться над Ним, они совершили гигантскую работу вообще. Время от времени у них были периоды упадка, потом периоды восстановления духовной целостности. И они совершали величайшую работу. Они ставили перед собой такие вопросы, которые ужасают глубиной. Например, такие вопросы, поскольку человеку нельзя не грешить, что лучше ему родиться или не родиться. Допустим, например, поскольку тяжело, зная закон, тяжело не грешить, и всю жизнь живешь под знаком внутреннего самоосуждения. И они там говорили, допустим, лучше бы не родиться, но раз мы родились, прославим Бога, и будем помнить, что на нас лежит ответственность за исполнение. Но лучше бы нам не родиться, потому что слишком тяжела ответственность. Так вот они, когда такие вопросы всякие решали, они могли ошибаться, они, конечно, ошибались, но они решали очень важные вопросы. И они спросили один другого, говорят, а что лучше, практика или теория? Они говорят, что лучше учить законы Божии, учить, переписывать, учить детей, учить... Или все-таки практика важнее, ведь это тоже для них было понятно, что добрый пахарь, добрый какой-нибудь там тевье-молочник какой-нибудь, да, который разводит молоко с раннего утра до позднего вечера и сокрушается о том, что он Тору не читает. Они понимали, что один его вздох, сокрушенный вздох о том, что Тору он давно не читает, он богу приятнее, чем Тору, прочитанный вслух гордым человеком. Это все понимали. И они спрашивали друг друга, а все-таки как вы думаете, что лучше, вот просто иметь доброе сердце, трудиться и сокрушаться, что ты ничего не знаешь, или лучше все-таки читать, учить, но понимать, что у тебя черствовое сердце? На поверхности кажется, лучше все-таки быть тевье-молочником, лучше как бы трудиться и сокрушаться. Но потом они... И они сначала говорят, наверное, так, а потом подумали, что нет. Нет. Все-таки учение важнее, потому что если учение пересохнет и прекратится, неизбежно со временем исчезнет всякое доброделание. Да, если источник вероучения пересохнет и прекратится, то со временем исчезнет всякое доброделание. То же самое святые отцы говорят и о ревности в изучении веры. Так святитель Феофан Затворник пишет, что ревность есть неистощимый источник добрых дел и всей богоугодной жизни. Заградите источник и прекратится течение освежающей и оживляющей воды. Подавите ревность и перестанет всякое доброделание и всякая мысль о богоугождении. Если обучение закону Божьему прекратится, не дай Бог, неизбежно со временем исчезнут те добрые и простые души, которыми мы так умиляемся. Ах, какой простой человек, он знает только отчинаш, но он такой добрый, он всем помогает, он молится, он имеет веру, он плачет, когда слышит святитихие святые славы, он при выносе чаши заливается слезами на коленях. Это все хорошо только потому, что рядом с ним есть те, которые знают закон Божий и преподают его, что родился он от тех, которые учили закон Божий и впитал он его подсознательно с молоком матери, что вообще в мире существует преподавание Божьего Слова и что оно летает в воздухе. Как только это пресечется, конец всему. То есть это все зависит от обучения. Обучение. Обучение. Надо учиться и не лениться, и дурака не валять, и не выдумывать оправданий. Что, дескать, ну подумаешь, давайте просто не будем грешить, будем любить друг друга. Это легкомысленные слова ни о чем. Невозможно просто любить друг друга. Невозможно. Просто невозможно любить друг друга, это вот так вот ни с того ни с сего. Вот съесть друг друга ни с того ни с сего можно, а просто любить друг друга невозможно. Нужно признаться в этом. Потому что человек это эгоист, который расчищает место под солнцем, который забывает о своей смерти, который вообще готов с Богом драться за свои мелкие интересы, который распял бы Христа Спасителя, не задумываясь, если бы оказался на месте тех, которые его распяли. И он такой и есть этот человек, который действительно, по сути, сын проклятия. С какой стати он должен всех любить и всем помогать? Да нет этого альтруизма. Это страшная иллюзия. Потому-то святитель Игнатий Бринчанинов, говоря о любви христианина к ближнему, предупреждает. Не подумай, возлюбленнейший брат, что заповедь любви к ближнему близка нашему падшему сердцу. Это заповедь духовно, а нашим сердцем овладели плоть и кровь. Это заповедь новая, а сердце наше еще ветхое. Наша естественная любовь повреждена грехопадением, и потому ее нужно умертвить, и это повелевает сделать сам Христос, и почерпнуть из Евангелия святую любовь к ближнему, любовь по Христе. Грехопадение, продолжает святитель, подчинило наше сердце владычеству плоти, а через это и владычеству миродержителя, то есть дьявола. А Евангелие освобождает сердце из этого плена, из этого насилия и приводит его под руководство Святого Духа. И уже он научает нас любить ближнего свято. Любовь, вожженная и питаемая Святым Духом, есть огонь, которым погашается огонь любви естественной, плотской, поврежденной грехопадением. Говорящий, что можно иметь ту и другую любовь, обольщает сам себя, учит святой Иоанн Лествичник. А святитель Игнатий, продолжая эту мысль, пишет, что именно потому наша плотская душевная любовь так легко превращается в отвращение или непримиримую ненависть. Но помним ли мы об этом, когда рассуждаем о любви к Богу, ближним, и задумываемся ли над тем, о чем мы, собственно говоря, собираемся их любить? Чем любить-то, собственно, да? Чем любить? Орган любви – это что? Надо спросить у тех людей. К сожалению, в русском языке слово «любить», глагол «любить» как бы он один на все, то есть и к мороженому, и к офицерской дочке, и ко всему, так сказать, к хорошему кино и к плохому кино. Он все лепится, как бы это у нас нет, и к 30-ти глагольных форм, значит, с разновидностями, которые у греков существуют. Или сколько их там, ну, главных четыре там, а с разновидностями. Чем любить-то? Любит чем? Глазами, например, да? Барышни любят. Как, допустим, говорит, девочка, например, в 18 лет спрашивает там, говорит, а ты знаешь такого? Она говорит, а какой он, да? Она глазами в это время любит. А в 25 она спрашивает, а кто он? Она уже головой немножко любит, потому что жить же надо, там, хочется же выйти замуж за крепкие плечи. А уже в 30 она спрашивает, а где он? Потому что уже невеста барышня смышляла жениха. То есть про пляж их в свое время потом нету, мужиков на всех не хватает, надо женщинам это помнить. Значит, поэтому любят чем? Чем любят? Ну, глазами любят, ушами любят, руками любят. Есть другие различные места и органы, значит, но главный орган любви – это сердце. А что там происходит в сердце у нас? Вот. Вот. В этом как-то пришла мне в голову такая мысль, несколько раз ее повторял, повторю с удовольствием и здесь. Но это мысль не моя вообще-то, это Господь сказал Еремея, Еремея сказал всем нам, что дам вам сердце новое. То есть у человека старое сердце. Дам вам сердце новое и напишу законы мои на сердцах ваших. Вот. И не будет каждый спрашивать друг друга, там, где Господь, или там, познай Господа. Потому что как волны наполняют море, так будет земля наполнена познанием Бога. Новое сердце необходимо человеку. Новое сердце. В этом смысле церковь – это кардиологический центр. А Христос – это главный кардиохирург. И он, как вот, как это самое, вот Чуковский писал о чем сказке? О Христе писал сказки. Я не знаю, он знал об этом или не знал, может быть, даже знал. Я так предполагаю, что, наверное, знал. Или догадывался иногда, что вот доктор Еболит – это кто? Ну, это Христос, вообще-то, если так уж так, по-настоящему. То есть он на Орле летит, как бы, как на Яне Богословия, так сказать, мчится в Африку к бегемотикам. У них у бегемотиков животики болят. Значит, и он там ставит им градусники, и Гоголем, Моголем, Моголем, Гоголем их лечит. Они какую-то пищу им дают, они там, значит, воскресают. И он всех лечит. Там, приходи к нему лечиться, и коровы, и лисицы, и жучок, и червячок, и медведица. Он абсолютно демократичен, он всех к себе зовет, он восстанавливает отрезанные лапки. Вот в этом, если в образе, как бы, таком детском образе думать о Господе Иисусе Христе, а потом переходить к взрослому образу, то надо на него смотреть, как на кардиохирурга. Он, конечно, еще и офтальмолог, он нам меняет глаза. Он меняет нам глаза и заставляет наш глаз, слепые глаза заставляет видеть, а глаза близоруки заставляют быть такими дальнозоркими. Он, конечно, и другие различные функции выполняет, такие врачебные. То есть он и спинальник, он нам и ножки лечит. То есть он за это говорит, встань и ходи, говорит он, или иди ко мне, говорит он, повелевает нам ходить. Но главным образом, конечно, он кардиохирург, и он делает нам сердце новое. Это главный признак мессии, между прочим. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Опять-таки, христианство, и что такое Новый Завет? Ведь Новый Завет раскрывает смысл Ветхого. И Ветхий Завет раскрыт в Новом, а Новый Завет скрыт в Ветхом, по классической формуле Блаженного Августина. Ветхий Завет умело ставит острые вопросы, а Христос наполняет их смыслом, дает на них жизненный ответ. «Что должен сделать мессия?» Спросили мудрецы этого самого Ветхого Израиля. «Ну, всего лишь три вещи, самые тяжелые. Он должен собрать народ воедино, он должен восстановить храм, он должен исцелить сердце», — сказали они. Аллилуйя, Христос это сделал. А что он сделал? Он собрал народ воедино, а что это значит? Он призвал к себе всех людей, не только евреев, но всех вообще, таким образом он собрал рассеянных чад Божьих, как пишет Анбогослов, он пришел, чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино, то есть он собирает народ. Ему интересны и китайцы, и монголы, и уйгуры, и белорусы, и так далее, и так далее. Он собирает народ воедино. Детей Адама собирает в нового Адама. Он должен восстановить храм, он это сделал, он воскрес из мертвых. Он говорил, разрушьте храм, я в три дня восстановлю его. Это он говорил о храме тела своего, значит, он восстановил храм. И он исцеляет сердце. Кроме него никто сердцем не занимается. Никому больше сердца не нужно, кроме как ему. Сыне дашь мне сердце. Все остальные занимаются обрядами, законами, внешними всякими-то вещами. Тоже хорошие вещи. Очень неплохо заниматься внешними вещами. Хорошо, когда в доме чисто, хорошо, когда человек аккуратен. Но самое важное, это все-таки заняться сердцем человеческим. И Христос – это великий кардиолог, который обращает внимание на главный орган человеческой жизни, на сердце, и говорит, дай мне его. То есть отдай мне его и, в общем-то, поверь мне, что все будет в порядке. Свят, 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 если Боже, Богородицею помилуй нас.